Очередной рейд по безопасности на железной дороге прошел на минувшей неделе на платформе Ильинская. Несмотря на постоянные меры, принимаемые сотрудниками железной дороги и инспекторами по безопасности, несчастные случаи здесь все равно происходят. Сегодня мы проводим очередной рейд около остановочного пункта Ильинская на пешеходном переходе, потому что на прошлой неделе здесь произошло травмирование мужчины смертельно при переходе через данный пешеходный переход. Хотя он оборудован всеми необходимыми средствами сигнализации, предупреждающими плакатами, накопителями, лабиринтами, что позволяет проходить через этот переход без каких-либо последствий, безопасно. Тем не менее, со слов машиниста, пешеход шел по настилу перед близко приближающим поездом, не реагировал на световые и звуковые сигналы и вследствие еще был смертельно травмирован. Мы наблюдаем управляемый пешеходный переход, обеспеченный звуковой и световой сигнализацией. Покрытие соответствует техническим нормам. Наледи и снега нет, все убрано. Хотелось бы обратить внимание граждан, проходящих через пешеходные переходы, на звуковые и световые сигнализации и смотреть по сторонам на приближающийся поезд. Главным остается поведение самого человека. Если вы бдительные, то можете предотвратить беду и для других. В будущем в данном направлении будут пущены скоростные электропоезда. Электропоезда, они бесшумные и скорость их гораздо выше, чем у обычных электрических поездов. Поэтому особое внимание хотелось бы уделить этому моменту. В прошлом году, примерно в это время, на Ильинке был всплеск травмирования, и здесь погибло в прошлом году пять человек. В этом году хотелось бы, чтобы этот уровень травматизма был снижен. Поэтому мы призываем всех жителей поселка Ильинск, всех жителей Раменского городского округа более внимательно относиться к соблюдению мер безопасности на железной дороге, переходить переходы внимательно, учитывая особенность резидентского направления, что здесь левостороннее движение сначала посмотреть направо, потом налево, смотреть, не работают ли знаки сигнализации, и только после этого, убедившись в отсутствии приближающихся поездов, осуществлять переход. Переходите пути только по специальным настилам, переходам и мостам. Не используйте наушники, когда переходите железную дорогу. Снимите капюшон, возьмите за руку ребенка, посмотрите по сторонам и только убедившись в том, что рядом нет поезда, идите. Игорь Чернышев, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!